МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! С вами Запородская Анна. Это телепроект «Открытый диалог» на телеканале «Индекс». Все мы понимаем, что любую беду лучше предупредить, нежели преодолеть. Впереди пара отдыха на природе и выезда на дачные участки. Но, к сожалению, любимое многими время года является самым пожароопасным периодом, когда неосторожное обращение с огнем, беспечность и несоблюдение даже самых элементарных правил безопасности может привести к большой беде. О ходе профилактических мероприятий, а также как предотвратить эти последствия, пообщаемся со старшим инспектором сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Сергеем Ивановичем Кулешом. Здравствуйте, Сергей Иванович! Здравствуйте, Анна! Не секрет, что каждая пора года для специфики вашей работы особенная. Сказалась ли как-то ранняя весна на подходы и методы в работе? Да, конечно, сказалось. Этот год у нас, кроме того, что был малоснежный, но и снег сошел достаточно рано. Сухая и ветреная погода делают, конечно, свое трагическое, можно сказать, дело. Работники МЧС заняты профилактическими мероприятиями в области предупреждения палов сухой растительности. Можно рассказать, ситуация складывается таким образом, что палы у нас захлёстывают. На сегодняшний день у нас 112 выездов на тушение сухой растительности, кустарников и есть одно загорание леса. То есть представьте, что первый выезд совершился 27 февраля, основные начались ближе к 8 марта, то есть за неполный месяц совершено более 100 выездов подразделения МЧС на тушение сухой растительности. Сухая растительность подразумевает, конечно же, ущерб природе. Гибнут насекомые, жучки, паучки, гнездо ее птиц, нарушается природное соотношение какие-то, но это, кроме того, конечно же, связано и с материальными ущербами. Хотелось бы вспомнить случай, который произошел в апреле месяце в деревне Нарчи Щучинского района. Поступил сигнал о загорании сухой растительности, быстро распространяющейся в сторону деревни. Хотя деревня и не густонаселенная, проживало в ней всего лишь 7 жителей, но, тем не менее, строения, как мы понимаем, от убывших жителей, они, конечно же, остались. Больше она использовалась как дачный такой поселок сезонного проживания приезжающих. Тем не менее, результат достаточно удручающий. К моменту прибытия подразделений уже горело полдеревни, и, соответственно, пока прибыли дополнительные подразделения, огонь разбушевался не на шутку. Было спасено у нас 6 домов и 5 хозяйственных построек. А сколько же повреждено и сгорело? Сгорело 23 дома и 25 хозяйственных построек. То есть была деревня, остались одни печные трубы. Что же там произошло? Местный житель разводил костер для сжигания мусора. С его слов он его контролировал, находился на месте до полного прекращения тления. Тем не менее, через некоторое время к нему прибыл сосед и сказал, что у него на домовладении, в его домовладении происходит пожар. Вот это основная причина. То есть нарушение правил разведения костров. То есть он покинул место до полного прекращения тления. Не проконтролировал. В общем, сельчанин навел порядок, получается, не только на своей дворовой территории, а, можно сказать, буквально во всей деревне. Судьба этой деревеньки не презентабельна. В течение двух месяцев все ушло под землю с помощью бульдозера. Значит, остался пустырь, ну и буквально уцелевшие несколько домов и, по-моему, два дома под восстановление. Вот такая история. Ну, это же такая громкая, ну, это же продолжается и дальше. 26 марта тоже крупный пожар произошел в Мостовском районе. Деревня Руда-Лепчанская, Мостовская района. 26 марта поступило сообщение о загорании. Значит, к моменту прибытия в итоге сгорело у нас, получается, три дома и пять хозяйственных построек. Значит, что произошло? Деревня находится в лесу. Приехали родственники из Гродно со своими семьями для отдыха, для наведения порядка. Все мы знаем, что сейчас накануне у нас большие церковные праздники, Пасхи. Значит, все стремятся в свои домовладения привести в порядок традиционно. Значит, выбрали они, конечно, способ наиболее дешевый, наведение порядка и быстрый, да, сжигание мусора. Но не учли скорость ветра, не учли. Значит, огонь быстро начал распространяться по сухой траве, зашел в лес и по пути еще повредил, соответственно, строение граждан, и жилые, и нежилые. Также боролось 9 пожарных расчетов. Сельскохозяйственная техника, лесное хозяйство, местные жители отстаивали, кто как могли. Пожарные подразделения оставались еще и на завтра, потому что остались срубы, которые дымились, фундаменты, остатки необходимо было контролировать. Пострадала часть леса, и лес зашел, кроме Мостовского района, еще и в Дятловский район. То есть ущерб достаточно серьезный. Но мы все о других районах. А что же у нас тоже разве так все благополучно? Вот 29 марта у нас очередной, так скажем, пожар произошел в Садовом товариществе «Надея-2». Поступил изначально сигнал о загорании сухой растительности. Затем поступают следующие сигналы о развитии пожара, уже о загорании хозяйственных построек. К моменту прибытия было обнаружено в Садовом товариществе «Надея-1». Это на небезызвестной барановическим жителям конечной 14-й находится дачное садовое товарищество. Горело две хозяйственные постройки. Крайние они. У граждан все ухожено. Дачный участок ухожен. Все возделывалось. Но постройки были близко к ограждению. И по ветру, соответственно, искрами воспламенились, были уничтожены. Значит, пока, конечно, это причина выжигания травы, пока не установленным лицом. Но следствие проводится. Значит, проводится дознание. Как я сказал, по следовой картине загорание произошло по вышеназванной причине. Три пожара у нас в этом сезоне, вот за этот неполный месяц, которые произошли по причине именно неправильного разведения костра, перешедшего на выжигание сухой растительности, на распространение пожара на сухую растительность. Значит, это у нас они произошли в деревне Пруды. Там у нас уничтожены две хозпостройки. В деревне Кузевичье уничтожена хозпостройка. И, соответственно, вот этот случай, который я огласил в садовом товариществе. Это, которое доказано по следовой картине уже изначально. Значит, но это с материальным ущербом. Есть еще два зарегистрированных пожара, которые обошлись без материального ущерба, но поплатились здоровьем два гражданина нашего Барановичского района, города Баранович и один. Значит, 5 марта у нас произошел пожар в деревне Петковичи по причине того, что пенсионер 37-го года рождения выбросил в сухую растительность на поле золу из печи. Зола оказалась не затушенной, не остыла. Началось загорание сухой растительности. Он приступил к тушению. Соответственно, загорелась на нем одежда, получил ожоги ноги. 25 марта, опять же, на дачном участке в районе конечной 14-го гражданин разводил костер на своем участке, произошло загорание, он приступил к тушению. Значит, получил ожоги кистей, получил ожоги ноги. Значит, оба эти гражданина были доставлены, госпитализированы в Барановичскую городскую больницу, в травматологическое отделение. Впоследствии один и второй доставлены в ожоговый центр, проходят лечение в ожоговом центре города Бреста. Поскольку ожоги достаточно серьезные, скорее всего, придется делать пересадку кожи. Ну, медицина разберется. Значит, последний факт, который он назвал 25 марта, сигнал поступил нам не от свидетелей, которые видели загорание, а сигнал поступил из травмпункта дежурного персонала о том, что обратился гражданин с ожогами. В ходе дознания выявлены вот эти факты о нарушениях правил пожарной безопасности при разведении костра. Хотелось бы еще раз напомнить, что палы травы на корню запрещены. За это предусмотрена конкретная административная ответственность до 30 базовых величин. Это, так скажем, без материального ущерба. А что же делать, как же навести порядок? Разрешены ли костры? Да, правилами пожарной безопасности костры разрешены. Для разведения костра необходимо дождаться безветренной погоды, необходимый процесс горения, тления постоянно контролировать. Рядом, чтобы находились средства тушения. Что это такое? Рекомендуем элементарное. То есть лопата, ведро воды или огнетушитель. Значит, нужно обеспечить такое безопасное расстояние до строений построек, либо до хранящихся горючих веществ, обеспечивающие исключение попадания искр на эти вещества. Покинуть место приготовления пищи, либо разведения костра разрешается только после полного прекращения тления. Вот такие нехитрые правила и можно сказать безопасно. Безопаснее всего, конечно же, хотелось бы порекомендовать при недостаточности расстояния разводить костры, наводить порядок в какой-то емкости. Как правило, это какая-то бывшая в утеплении бочка. Если же такой возможности нет, место костра необходимо ограничить, проще сказать, окопать, перевернуть в грунт и небольшими порциями нагребленную сухую растительность бросать в костер, не допуская ее распространения костра за пределы вашей костровой площадки. Почему небольшими порциями? Ну, потому что вы сможете проконтролировать сам костер и в случае резкого изменения ветра вы сможете ликвидировать распространение в застемнутых размерах, в связи с этим нельзя покидать место, где проводится сжигание мусора, либо приготовление пищи. Совсем скоро нас будут радовать теплые деньки. Как обстоят дела с отдыхом на природе и что должен знать каждый человек, который находится в лесу? Да, действительно, приближается сезон отдыха, когда наши граждане потянутся уже и отдохнуть на природе, хотя он и не запрещен и проводится круглогодично любителями походов и природы. Но, тем не менее, конечно же, надо знать факторы опасности, которые нас могут подстерегать в лесу. Как правило, мы идем не столько любоваться, как правило, там производится опять же приготовление пищи с помощью открытого огня. На сегодняшний весенний сезон факторами опасности можем назвать сборщиков березового сока и рыбаков, которые выходят у нас на ловлю рыбы. Как правило, это, конечно же, некие каналы, заросшие травой. И в случае неосторожного обращения как с огнем, так и при курении, и при произведении костра с огнем и при курении, может произойти распространение по сухой растительности как по открытой площади, так и с заходом в лес. Все мы видим, какая у нас сухая и ветреная погода установилась уже на протяжении нескольких недель, отсутствие осадков. Это повышает класс пожарной опасности в лесах. Вводятся некоторые ограничения. На сегодняшний день в Барановическом районе ограничений на посещение лесов не установлено, хотя у наших соседей в Гродненской области уже в 12 районах установлены ограничения на посещение лесов. Конечно же, надо иметь в виду, что все это связано с отсутствием осадков. Если же осадки выпадут, класс пожарной опасности снизится, ограничения также снимутся. Но опять же и наоборот, если осадков не будет, класс пожарной опасности увеличится и будет введен не ограничение посещения лесов, а запрет на посещение лесов. Нашим гражданам необходимо знать и помнить, что при ограничениях и тем более при запрете на посещение лесов ни о каком разведении открытого огня, пользование открытым огнем в лесу речи идти быть не может. Будут вводиться усиленные мониторинги, контроль лесной территории, и дабы не обошлось это неприятной встречей с работниками лесной охраны, либо инспекции по охране окружающей среды, необходимо знать, имеются ли такие ограничения. Узнать их можно на сайте Министерства лесного хозяйства на интерактивной карте. Она в свободном доступе. Если же у вас нет интернета, то вы можете это узнать звонком в местный лесхоз по телефону, если в данном районе ограничение на посещение лесов. Нашим гражданам надо иметь в виду, что незнание введения ограничения, либо запрета на посещение лесов в данном районе не освобождает от вины. Поэтому надо держать в курсе и готовиться к походу в лес. Стоит отметить, что вы ведете очень активную работу по пропаганде и взаимодействию с общественностью. Планируете ли вы какие-то новые формы и методы работы и может планируются какие-то новинки? Да, действительно. Пропаганда также не стоит на месте. Она традиционно проводится акции, кампании под эгидой МЧС. На сегодняшний день активно проводится информационно-пропагандистская кампания МЧС «Безопасная старость». Она именно направлена и имеет своей целью обращение к трудоспособным гражданам с призывом помочь нашим пожилым родственникам, особенно живущим в сельской местности, в различных жизненных ситуациях, связанных с безопасностью. Компания предусматривает собой три направления. Кто-то уже наверняка видел, кто не видел, сейчас расскажу. Значит, предусматривает она обращение о безопасности печного отопления, об электробезопасности и третий призыв о помощи в наведении порядка безопасно. Они, конечно, достаточно свежи, так скажем, призывы эти и подходы к этой кампании у министерства нетрадиционны. В прошлогоднее, в 2021 году информационная кампания, которая продолжается и нынче, не жди белочку, туши окурок, она стала известной, получила отклики в обществе. Надеемся, что и безопасная старость наберет обороты и о ней общественность узнает. Она представляет собой симпатичного пожарного, который призывает, выступает и на плакатах, и на билбордах, и на видеороликах с речью. Мы не сможем вас угостить пирожками от вашей бабушки, поскольку печь может быть неисправна и пирожки не получатся. Мы не сможем связать носки вместо вашей бабушки, поскольку бабушка вяжет носки при электрической лампочке, может включить в обогреватель, в удлинитель, что небезопасно. Необходимо посмотреть, обратить внимание на электробезопасность в домах своих пожилых родственников. И третий призыв. Мы не сможем вас угостить парным молоком от вашей бабушки, поскольку бабушка при наведении порядка может сжечь и дворовую территорию, и свою живность, и сарай. Хорошо, если обойдется без трагического случая. Поэтому информационная компания «Безопасная старость» призывает нас, особенно в данный сезон, когда пасхальные праздники, посетить своих пожилых родственников и оказать им нашу посильную помощь. Это я рассказал об обращении к пожилому населению, которое у нас, к сожалению, если взять статистику, 50% погибших в пожарах у нас являются граждане пожилого возраста. Пожарную безопасность и любую безопасность, конечно же, принято начинать с самого юного возраста. И здесь министерство не остается безучастным. Уже много лет, о нем уже знают многие, особенно начиная с дошкольного возраста, младшие школьники. Значит, мультсериал «Волшебная книга МЧС», где мультгерои Бобер, Зайка, Птичка, Волк рассказывают правила безопасности. Значит, МЧС Белоруссии порадовал наших юных зрителей и выпустил новый мультсериал, называется «Спецотряд 112». Там герои данного мультсериала, сплоченная дружная команда специалистов МЧС, рассказывают о работе МЧС, рассказывают о чрезвычайных ситуациях, с которыми сталкиваются работники МЧС. Ну и, конечно же, рассказывают, что нужно делать, чтобы не попасть в данные ситуации. Посмотреть данный мультсериал можно как на официальном сайте МЧС, так и в специализированных соцсетях МЧС. Вот сейчас не могу не спросить про детей, ведь сейчас самый разгар школьных каникул, и многие школьники находятся дома. Что необходимо помнить ребенку и родителям во время каникул? Ну, не только. Не только. Дети — это также является фактором опасности, они познают мир, поэтому оставление детей в опасности — это также административно наказуемое деяние, поэтому несовершеннолетние должны быть под постоянным присмотром, оставлять детей без присмотра нельзя. Но жизнь диктует свои законы, не у всех имеется такая возможность постоянно ребенка держать при себе. Поэтому родителям и бабушкам, дедушкам особенно не только баловать внуков, но также изучать с ними правила безопасности на дорогах, на дворовых территориях, дома в области пожарной безопасности. Правила пользования электроприборами, которые нельзя оставлять без присмотра включенными в сеть. Перед выходом из дома необходимо отключать, перед сном необходимо отключать. Пользоваться острыми режущими предметами, запретить, либо научить. Газовые приборы. Пользование газовыми приборами, если вы даже доверяете своему ребенку, есть статистика, которая законодательно установила, что пользоваться газовыми приборами детям разрешается с 12 лет. То есть только с 12 лет у ребенка появляется понятие об опасности природного газа и действий, которые могут привести к опасности, к опасной ситуации. Как действовать во время загорания электроприбора? Сегодняшний день в квартирах, в домах это наиболее частая причина. Нарушение правил эксплуатации электроприборов, нарушение правил монтажа устройства электропроводки. Это более глобальный вопрос, но именно нарушение правил от пользования электроприборами, значит, это является наиболее частой причиной, особенно в городе. Значит, оставленные без присмотра зарядные устройства. В прошлом году у нас три пожара от зарядных устройств, оставленных в розетке без присмотра. Причем одно зарядное устройство от мобильного устройства, от мобильного телефона, оставленное без присмотра. И два пожара у нас, это оставленные на зарядке без присмотра два пауэрбанка, которые произошло их разрыв, взрыв с последующим загоранием, что привело к материальному ущербу. Поэтому оставлять зарядные, как наиболее частный на сегодняшний день источник возникновения пожара, запрещается. Если вы бодрствуете, находитесь в комнате, ну, пожалуйста, заряжайте. Зарядили перед сном, выключили, проснулись с подъема, пожалуйста, включайте, дозарядите. Запретите детям пользоваться мобильными телефонами перед сном, это нарушает сон, как компьютер, как телефон. То есть за час до сна телефоны должны быть в родительской комнате установлены на зарядку, ребенок должен читать перед сном. Это улучшит его сон и умственные способности. Ну, конечно же, если нет возможности, если у вас уже ребенок подросший, значит, контролируйте его с помощью тех же телефонов, не оставляйте его без контроля, озадачьте пришкольные лагеря, секции. Ребенок должен быть занят, чтобы он не бездельничал и не занимался опасными вещами. Будет тогда все хорошо. Сергей Иванович, спасибо за такие важные наставления и полезные советы. На этом сегодня мы завершаем нашу программу. И помните, что в случае чрезвычайных ситуаций вам необходимо набрать по номеру 101 или 112. Всем пока!